Деграфы сейчас на четвёртом месте. Ну а вот одна из девушек, которая составляет последнее время, и вообще и страна, и девушка, в последнее время определённую конкуренцию даже нашим сильнейшим, Линда Чирути. Посмотрим на её техническое исполнение. Ещё раз напомню, что есть несколько обязательных элементов в определённой последовательности, тоже обязательно, и все девушки должны это выполнить. Ну, эта спортсменка действительно очень серьёзная, и мне приятно за ней наблюдать. Они не стесняются, часто обращаются за помощью к специалистам, которые занимаются хореографией. В частности, вот длинную программу, я знаю, что ей помогал Ганна Максимова. А техническую программу не могу точно сказать, работала с кем она. Ну, и в произвольной, кстати, программе ваша дочь очень хорошо ей помогла, и Линда стала, между прочим, бронзовым призёром европейского переноса. Поэтому тут определённые есть тоже приятные моменты. Итальянская команда для нас, потому что я работала в 2000 году перед Олимпийским игром в Сиднеевск, поэтому многих спортсменок знаю, они уже стоят тренерами, и сейчас, по-моему, будет одна из ведущих спортсменок 2000 года, Бурлан Дознер, работает. Это была хорошая солистка, она была в тройке всегда сильнейших, поэтому передаётся из поколения в поколение. И очень хорошо, наверное, что приглашает, потому что где-то что-то привнести, какой-то свежий взгляд, да, какое-то свежее движение. Здесь, мне кажется, не очень высоко. Нет, она немножко, даже, на мой взгляд, она могла бы его капельку вращения сделать помедленнее. Но это вообще, когда пять элементов, иногда не хватает времени. Хватит хочется ещё какие-то дополнительные, как говорится, аксессуары тут. Да, да, да. Вот сейчас посмотрим у неё винтик. Ну, вниз она довольно-таки прилично сделала, остановилась у щеколки. А вот вверх она пошла с таким лёгким наклоном. Мне даже показалось вообще, что она, все ли она, весь ли она... Такое ощущение, что она не скрутила. Заверстела, да. Ну, я это точно не могу сейчас сказать. Вот хороший элемент, выход. То есть очень важно ещё не только сделать элемент, но, знаете, вот здесь тоже явно была ошибка, именно техническая, да, наклон во время выталкивания, последний технический элемент. Я бы сказала, что музыка закончилась. Для неё это непозволительно. Не позволительно. Это серьёзная ошибка. Да, да. Именно в технической программе. Вот она, поэтому так вот девчонки, конечно, показывают, что всё хорошо, но мне кажется, сама она немножко себя сейчас так вот... Подставила, да. И понимает, что здесь нахулиганила. Сейчас посмотрим. Ну, девочка очень симпатичная, купальник. Вот очень важно, конечно, костюм. Он хоть как-то отражает энергетику, может быть, программы, так бы я сказала. Вот он очень красиво, вы видите, ажурно сделан, аппликация выполнена на сетке. И вообще, конечно, у нас немножко грустно, потому что не разрешаются никакие, чтобы рукава были, никакие аксессуары на руках, на ногах. Вот в художественной гимнастике всё-таки можно и выступить. Сейчас в ласке уже разрешили. Кстати говоря, это Ирина Александровна, надо большое спасибо сказать, потому что в художественной гимнастике это она пробила, она придумала, что были платьицы такие, полуплатья, полукупальник. Это гораздо симпатичнее для художественных гимнастей. Ну, потому что когда спортсменки долго стараются быть в спорте, немножко вес прибавляется. И, конечно, красиво, если сзади такой маленький шлейф ткани. Это вот прям она большая власть, это реально очень симпатично. Ну вот, а у нас пока ещё запрещено, и даже вот, когда девочки выступают со спущенной бретелью, так условно говоря, ниже плеча, и то уже возникают замечания. У нас даже в лёгкотетике уже даже на одно плечо можно купальник сделать красиво, хотя... Ну что, мы давайте посмотрим. 87 всё-таки ей ставит, но согласитесь, Марья Николаевна, что для такой спортсменки такого уровня она всего лишь один балл выигрывает у кричанки. Понимаете, это маловато, разрыв, всё-таки наказали её. Она-то, по нашим представлениям, всё-таки...